Состояние здоровья многодетной семьи, пострадавшей во время пожара в Карасукском районе, тяжелое, но стабильное, говорят врачи. Со вчерашнего дня мама и пять детей находятся в отделениях реанимации Новосибирской областной больницы, куда их доставили вертолетом. Что произошло в ту злополучную ночь? Пострадавшая Елена Перова, мать семейства, рассказала нашему корреспонденту Екатерине Стывко. Я проснулась, 25 минут было третьего, от того, что сильно хотела пить. А потом, я когда открыла в комнату дверь, я услышала гарь. Я разбивала кошка руками. На руках, вероятно, останутся шрамы, как напоминание о той ночи, когда чуть не погибла семья. В момент трагедии в доме находились Елена Перова и пять ее детей. Самому младшему всего четыре года. Женщина вспоминает, все заволокло дымом. К выходу путь был отрезан. В одной ночной рубашке вылезла через разбитое окно и позвала соседей на помощь. Вместе они взломали входную дверь. Я выносила ее через дверь. Но там была гарь, все вот это. Еще сгорел тут сбоку стол. Я когда заходила, там проводка сверху горела над холодильником. Пламя было около потолка. Пожар разгорелся ночью 13 января в селе Михайловка. Площадь возгорания около 10 квадратных метров. Маму и детей, трех девочек и двух мальчиков госпитализировали в Карасукскую центральную районную больницу. Врачи сразу поместили пострадавших в реанимацию и пригласили коллег из Новосибирска. Требуется именно специализированная помощь в многократном выполнении специальных манипуляций, в том числе и бронхоскопии, с подбором для ребятишек специального режима искусственной вентиляции легких. По прибытию наших специалистов мы оценили еще раз ситуацию и параллельно работали с авиаотрядом для организации максимально оперативного вылета по заданию губернатора. Вертолет санавиации вылетал дважды. Сначала в областную больницу транспортировали трех детей, самых тяжелых. Затем остальных пострадавших. Путь два часа в одну сторону. На время полета ребят подключили КВЛ. В Новосибирске семью ждала реанимационная бригада. У всех ожог верхних дыхательных путей и в составе термоингаляционной травмы также еще присутствует и компонент отравления продуктами горения. Возможно на фоне отравления задействована центральная нервная система, но в данный момент мы оцениваем состояние как стабильно тяжелое. Сейчас угрозы для жизни пациентов нет, рассказывают врачи. Маму и младшего ребенка в скором времени планируют перевезти в общую палату ожогового центра. Остальные пока останутся в реанимации. В соседней палате лежат дочери, три сестры. Еще в Карасуке их ввели в состояние медикаментозного сна, но сегодня девочки в сознании. Врачи дают осторожные прогнозы. Пока планируют перевезти пациенток на вспомогательный режим вентиляции легких. Во время пожара главы семейства не было дома. Он вахтовик и сейчас находится в Сургуте. Как только узнал о трагедии, купил билеты в Новосибирск. Екатерина Стывко, Александр Миняйло, Александр Егоров. Новости ОТС.